Сегодня у нас вебинар на тему 1S ERP, настройка месячного и годового ВДР в рамках блока бюджетирования. Вести его буду я, Константин Алексеев. Пару слов о себе. Больше шести лет занимаюсь автоматизацией на производственных и торговых предприятиях финансовых блоков и других блоков. Не финансовыми блоками занимался в той или иной степени. Сначала организационные моменты. Запись у нас будет. Она будет выложена на нашем канале YouTube. Выкладывается или в этот день, или в следующий день. То есть в любом случае вы ее увидите. Так, по программе нашего вебинара. Мы сегодня будем все делать в системе, поэтому презентации большой какой-то нет. Мы все посмотрим в системе. Мы посмотрим объекты нашего блока бюджетирования, которые нам нужны для ВДР. Мы настроим операционные бюджеты годовые. Мы настроим операционные бюджеты месячные, которые заполняются на основании годовых. И мы заполним консолидированный БДР уже месячный. Ну и, соответственно, в нашем БДРе будет либо прибыль, либо убыток. Мы посмотрим, как отражать фактические данные и посмотрим, как сделать анализ отклонений. На экране вы видите объекты системы, которые можно использовать в рамках блока бюджетирования. Мы посмотрим все в системе. Это можете просто посмотреть и выделить для себя какие-то моменты. На экране вы видите одну из возможных схем создания бюджета доходов и расходов. То есть, есть операционные бюджеты, и мы на основании них создаем бюджет доходов и расходов уже консолидированный. Ну и понятно, если у вас есть несколько консолидированных бюджетов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс, все это будет между собой связанно. Так. Ну и, соответственно, мы создадим операционные бюджеты, мы создадим консолидированный бюджет и все это посмотрим в системе. Что мы будем сегодня делать? Мы не будем делать какие-то сложные вещи, мы посмотрим именно, как создавать бюджет. И у нас должны быть операционные бюджеты, у нас должны быть бюджеты консолидированные, у нас есть, допустим, годовой сценарий, есть месячный сценарий, нам нужно посмотреть, как они будут друг от друга создаваться. Вот такую простенькую форму у нас не выделяется, основная инвестиционная, финансовая деятельность, но все это можно выделить. Естественно, у вас, если вы делаете бюджеты, сам консолидированный бюджет намного сложнее. Плюс у него могут быть какие-то аналитики. Сегодня наша задача посмотреть, как сделать саму форму, а на нее уже можно накидывать все, что угодно. И аналитики, и какие-то разные иерархии статей этого БДРа, разделов БДРа. Можно сделать прибыль убыток нарастающим итогом в году. То есть, можно сделать много всего. Перейдем в систему. Сегодня у нас 1СЕРП, система 2.5.16.80. 2.5.12, насколько я вчера увидел, бы кончается поддержка 30.04. Соответственно, начнем. У нас есть, еще раз, нам нужно реализовать БДР в годовом месячном сценарии. У нас есть в этом БДРе выручка, есть расходы. Кстати, налог на прибыль что-то стоит посередине, но сделаем его в конце. Есть определенные статьи расходов и есть определенные строки, которые показывают уже прибыль убыток. Нам нужно сделать это в системе. Но сначала мы сделаем годовой, потом сделаем на основании годового месячного. Когда это применяется? Когда у нас есть годовой план, и, допустим, мы актуализируем квартальный план или актуализируем месячный план, но при этом используем годовой. То есть, можно на основании годового заполнить месячный, а потом скорректировать. Заходим в бюджетирование, планирование. Наш основной раздел, с которым мы будем работать, это бюджетирование, планирование. Здесь два момента, с которыми мы будем работать. Настройки, справочники и экземпляры бюджетов. Все остальное нам сегодня не понадобится, но если увидим, затронем где-то, то расскажу. Заходим в настройки, справочники. Давайте я сначала зайду в бюджетирование, планирование и экземпляры бюджетов. Экземпляры бюджетов – это тот список бюджетов, который уже сформирован, и в нем есть какие-то данные. То есть, нам сначала нужно создать форму бюджета, и после этого в рамках этой формы ввести какие-то данные. Соответственно, наша сейчас задача – это сделать форму бюджетов. Мы в рамках нашей работы будем, в рамках года мы не будем делать годовой БДР. Мы сделаем именно оперативные бюджеты по выручке. Мы сделаем оперативный бюджет по расходам. Извините. По расходам. Ну и все, на основании них заполним месячные бюджеты. Еще раз. Бюджетирование, планирование, настройки и справочники. Здесь у нас есть те элементы, которые мы можем использовать. Мы сразу пойдем создавать бюджет, и в рамках него уже посмотрим, что нам нужно. Нажимаем «Виды бюджетов». Здесь у нас сверху есть основная модель. Вот это вот модели бюджетирования, и снизу уже формы бюджетов. Давайте создадим нашу модель бюджетирования. Что такое модель бюджетирования? В рамках нее агрегируются именно все наши бюджеты. Все наши формы бюджетов. Нажимаем «Создать». Мы создаем модель BDR. Ой, английский. Модель BDR. Статус сразу ставлю «Действует». Статус «Влияет» на то, будем мы пользоваться, пользуемся мы им сейчас или нет. Здесь мы ставим, ну, «Действует» пусть будет с этого года. Функциональная валюта, валюта регучета, пусть будет регучета. Бюджеты организации ставим. Мы хотим создавать бюджеты по организациям, ставим по организациям. Хотим создавать бюджеты по подразделениям, ставим по подразделениям. Есть система утвержденных, согласованных, несогласованных бюджетов. Тоже ставим галочку, посмотрим, что там есть. Есть бюджетный процесс, то есть нам нужно, мы можем обозначить, на какой период у нас будут создаваться эти бюджеты. Ну, мы поставим год. Бюджетный процесс используется в том числе для того, чтобы автоматически, то есть есть отдельный инструмент, когда автоматически на какой-то период создается бюджет. Допустим, если у вас годовое планирование, то можно с помощью бюджетного процесса там в отдельных инструментах, не будем сильно рассматривать, просто расскажу, в отдельных инструментах поставить, что, допустим, там за 35 дней до начала этого периода у нас создаются бюджеты. И в системе сотрудники, которые должны эти бюджеты создать, они их увидят, они увидят задачи, что они должны их заполнить, и начнется вот этот бюджетный процесс. Так, записать и закрыть нажимаем. Все, убираем нашу систему. Вот у нас полностью нет никаких видов бюджетов, и мы начинаем с ней работать. Создаем. Давайте годовой создадем. Создадим. Нажимаем создать. И, допустим, бюджет выручки. Вот здесь кнопочка ввод плановых данных. Для чего нажимается? Для того, чтобы конкретно по этой форме можно было ввести данные. Если этой галочки нет, то, соответственно, мы по этой форме можем сформировать только отчет. Отчеты тоже имеют место быть, но конкретно сейчас мы должны ввести данные. Что нас здесь еще интересует? Ну, соответственно, привязка к модели BDR, к модели бюджетирования. Аналитические разрезы бюджета – это чтобы у нас в шапке были какие-то аналитические разрезы. Допустим, если бюджет формируется по какому-то одному контрагенту или по одному какому-то направлению, тогда формируется, тогда здесь можно добавить этот аналитический разрез. Коллеги, секунду. Продолжим. У нас есть способ планирования на фиксированный или скользящий период, но мы сегодня будем на фиксированный период. Бюджет составляется на период. Мы ставим год, мы сначала должны сделать на год, поэтому делаем на год. Дальше нас больше ничего не интересует сегодня, но есть ограничения доступа, можно настроить границы фактических данных, настройки редактированных экземпляров бюджетов. Нас сегодня это не интересует, нам главное сделать бюджет, а потом уже мы можем его как-то развить, доработать и так далее. Вкладка структура бюджета. Что здесь есть? У нас есть слева те элементы, которые мы можем использовать. Справа у нас есть структура бюджета. То есть мы сейчас будем создавать структуру бюджета. Сразу скажу, я здесь подробно, ну, сильно подробно останавливаться не буду, но на следующей неделе, в четверг, у нас будет вебинар по простым и сложным формам именно в этом конструкторе. Тоже в 11 часов можете прийти, посмотреть именно вот как настраивать простые и сложные формы. Так, нам нужно сделать вот справа структуру нашего бюджета. Слева все возможные элементы, которые мы можем использовать. Здесь есть заголовки, текст, статьи, показатели, производные показатели. Сейчас посмотрим, что это такое все. Не финансовые показатели, таблицы и измерения. Сразу начну делать форму, беру таблицу. Ну, здесь можно посмотреть, здесь есть строка-колонка, это для сложных таблиц. Беру таблицу, просто зажимаю левой кнопкой мыши и перетягиваю вправо. У нас появляется вот такое вот окошко, показатели в строках, показатели в колонках, сложная таблица. То есть он нам предлагает выбрать, как мы будем вообще, какая у нас будет структура бюджета. Это будет простая форма с показателями в строчках, или это будет простая форма с показателями в колонках, или это будет какая-то сложная таблица, где мы будем настраивать каждую ячейку. но сегодня в основном простые будут но не основном одни простые будут сложные таблицы вот как раз четверг посмотрим нажимаем создать нас интересует показатели строках нажимаем создать таблицу все вот у нас создалась таблица у нее есть колонки у нее есть строки у нее есть настройка оформления соответственно нам нужно чтобы здесь что-то было добавлено у нас годовой бюджет мы будем планировать одной цифрой чтобы добавить одной цифр на один год нам нужно здесь добавить период колонки вот здесь в измерениях мы заходим у нас есть период вот так вот год берем и тоже левой кнопкой мыши перетягиваем колонки он спрашивает все периоды или выбранные периоды нам нужны все периоды чтобы мы настраивали этот бюджет уже непосредственно форме есть строки нам нужно добавить в строки какие-то статьи какие-то строчки чтобы вводить данные по каким-то аналитикам у нас то выручка в данном случае в данном случае мы будем добавлять статьи бюджетов как выглядят статьи бюджетов что это такое мы заходим бюджетирование планирования настройки справочники статьи бюджета но это демо база я могу здесь здесь уже есть какие-то статьи я не буду создавать новые просто посмотрим как это выглядит вот например выручка наша которым будем сейчас делать зайдем не вот эта карточка статьи бюджета название описание ну где находится в какой папочке виды аналитик что это значит вот у нас есть шесть аналитик в рамках этих шести аналитик мы можем вводить данные то есть если мы хотим планировать выручку в рамках контрагентов мы ввели здесь контрагентов ну это добивал и договора можем планировать в рамках контрагента и договора если мы хотим планировать в рамках какого-то направления то мы можем ввести сюда дополнительную аналитику у нас сохраняться будут данные в разрезе этой аналитики мы можем добавить их бюджет но это не сыграет никакой роли потому что у нас у нас нету статьи и данные просто не будут сохраняться соответственно выручку мы будем планировать в контрагентах и договоров как можно добавить просто нажимаем ну то есть если вы если бы мы создавали с нуля эту систему то есть вот просто статьи бюджетов и нажимаем аналитика 1 показать и вот такой вот список аналитик это предопределенной аналитики которые сейчас есть но это не исчерпывающий список можно добавить какие-то аналитики ну на пусть можем нажать создать и добавить какую-то свою аналитику но здесь надо понимать что можем добавить конечно какую-то на свою аналитику но тоже настройка типа аналитики здесь могут быть предопределенные аналитики здесь можно создать какую-то свою аналитику которую мы добавим еще куда-то какой-то элемент но здесь надо понимать что если мы создадим аналитику то план факт может сойтись только если эта аналитика есть в факте здесь такая проблема она в принципе здесь есть и проекты где тут направление вот направление всякие марки заказы статьи расходов типа номенклатуры то есть но много достаточно аналитик как правило их хватает для планирования также здесь есть учет по количеству учет по валюте то есть если вы хотите ввести учет по количеству можете указать что единицы измерения то есть будем ввести в единицах измерения какой-то аналитики вот определиться аналитика и в номенклатуре но можно указать единицы измерения именно вот какую-то конкретную единицу измерения есть по валюте либо валюта либо валюта указывается в виде бюджета либо валюта определяется какой-то аналитикой то есть тоже такие вещи еще в статье бюджетов есть галочки правил получения фактических данных и зависимые показатели зависимые показатели мы сегодня смотреть не будем просто расскажу что если вы формируете то есть что это значит у нас есть такая вещь но межитирование планирования строки справочника показателя бюджета если у вас есть какой-то показатель который нужно включить допустим бюджет движения денежных средств или в прогнозный баланс допустим этот показатель это остатки на складах и вам нужно чтобы этот показатель считался в зависимости от каких-то статей допустим вы сделали сделали статью быте готовой продукции ну или продажа готовой продукции тут продажи годовой продукции вы сделали бюджетирование именно в количестве в количестве и вы хотите видеть остаток по своим данным бюджетирования то можно сделать так, чтобы эта статья влияла на какой-то определенный показатель и уменьшала или увеличила количество по этому показателю. Извините. И в рамках сцена, и в рамках вот этого показателя вы будете отслеживать как раз остаток. Начало, наконец, и движение. Мы сегодня непрогнозный баланс рассматриваем, поэтому нам это не нужно. Ну, а правила получения фактических данных мы сегодня посмотрим, не буду на нем останавливаться. Соответственно, мы делаем бюджет по выручке. Вот у нас есть выручка, давайте контрагенты и договоры. Нам нужно найти эту статью слева, возвращаемся в наш конструктор. Вот здесь статьи, я знаю, где она у меня лежит, вот моя выручка. Я беру, опять же, левой кнопкой мыши, перетаскиваю в строки. Вот выручка. Что нужно сделать, чтобы были аналитики? Мы не можем, здесь нет такого по умолчанию, что мы просто берем и вводим. То есть, это было бы неправильно, потому что не факт, что нам нужна выручка именно в контрагентах и договорах. Может, мы не можем в договоре и контрагенте спланировать, но сама такая аналитика нужна в другом месте. Берем измерение. Здесь есть папочка аналитика. Нажимаем на аналитику и находим здесь контрагенты. Тоже левой кнопкой мыши перетягиваем в выручку, в статью выручку. Здесь он нам предлагает фиксированные значения или все значения. Мы пишем все значения, добавим бюджет. Вообще здесь, да, добавляем контрагентов и у нас есть договоры. Но договоры не будем добавлять, это просто не факт, что они есть. Оставим только контрагентов. В принципе, все. Все готово для того, чтобы ввести данные по выручке на год. Давайте посмотрим. Здесь, кстати, можно проверить вид бюджета и он выдаст, что ошибок нет. Создаем экземпляр бюджета. Вот наша модель, вот наш бюджет. Вот так вот выглядит экземпляр бюджета. Вот то, что я вначале показывал, вот у нас экземпляр бюджета. Да, то есть теперь мы можем ввести в рамках нашей формы экземпляр бюджета. У нас есть сценарий. Мы можем создать сценарий какой-то свой. Давайте создадим, как он выглядит. Годовой. Годовой модель. Мы можем поставить здесь какую-то валюту. Ну и в принципе нас здесь больше ничего не интересует. Сценарий это разрез, в рамках которого мы будем планировать, чтобы не смешивались данные, чтобы отделить одни данные от других. Нажимаем записать и закрыть и выбираем. Организация. Я обычно на вебинарах делаю металлсервис, поэтому по ней и будем. Металлсервис, а подразделение... Это в принципе без разницы, какое подразделение. Но это у нас выручка. Отдел продаж пусть будет. И переходим во вкладку бюджет. И у нас здесь одна единственная... Один единственный... Один единственный квадратик, где мы можем ввести какие-то данные. Здесь видите контрагенты. И мы можем нажать на них и выбрать контрагента. И выбрать какого-то контрагента. Но это демо база. Здесь есть какие-то контрагенты. Пусть будет деловой союз. Добавить. Можем выбрать. Давайте выберем несколько. Не обязательно так каждый раз вводить. Там есть способы, как ввести несколько контрагентов сразу. Но просто сейчас не будем на это тратить время. А вот мы налить строй. И допустим... Три миллиона здесь. Два миллиона здесь. Один миллион здесь. Ну, такие вот большие у нас клиенты. Что мы делаем после этого? Можем сохранить. Мы можем провести документ, чтобы эти данные зафиксировались. Но эти данные сейчас... Мы помним, мы создали модель бюджетирования с статусами. У нас есть статусы. И в некоторых случаях... Ну, то есть при определенной настройке по умолчанию в статусе в подготовке данные никуда не подтягиваются. Поэтому нам нужно поставить на утвержден и провести еще раз документ. Ну, можно нажать просто провести закрыть. Я просто хотел показать еще какие вещи. Вот мы ввели данные. Вот у нас на 2024 год 6 миллионов выручки. Просто без месяцов. Просто вот от трех контрагентов. Можно было, кстати, сделать... Знаете, как еще? Давайте вот так в подготовке. Кстати, в статусе, если он утвержден, то я уже изменить ничего не могу. Если вы заметили, вот утвержден, я уже... Видите, оно серым стало. Я уже не могу ничего вести. Это вот такая защита. Я вот хочу ввести еще... Вот есть у меня. Те контрагенты, по которым я знаю, а есть контрагенты, которые я не знаю. Еще я планирую, что у меня там 2 миллиона придет от каких-то неизвестных контрагентов. Видите, здесь нет контрагента. Все, я планирую без какого-то конкретного контрагента. Ну, просто без контрагента. Это тоже можно сделать. Тоже меняем статус на утвержден и провести. Вот я на кнопочку зеленую нажимаю провести. Вы бы нажимали просто провести закрыть. Давайте вот так. Провести и закрыть. Нажимаем. Вот все, он сформирован. Он у нас уже в списке. Я хотел показать следующее. Не всегда показываю, то есть просто вкратце покажу, что делает экземпляр бюджета. Он фиксирует данные на определенных регистрах. В системе есть определенные регистры и бюджет создает записи. Если нажать движение документа, отчеты движения документа, мы увидим, что конкретно этот бюджет сформировал записи по регистру оборота бюджетов. Не то, чтобы это надо запоминать или знать, просто для общей информации, что мы зафиксировали эти данные в определенном бюджете, в определенном регистре. Все, мы создали бюджет и в принципе давайте создадим такой же бюджет по расходам годовой. У нас есть бюджеты. Сейчас я закрою его. Статьи тоже. У меня уже есть статьи, поэтому я уже не буду ничего здесь создавать. У них есть свои какие-то аналитики. Аналитики мы посмотрим на примере выручки, на остальных не будем смотреть. Ничем не отличаются доходные от расходных статей. Могут отличаться аналитиками, ну и названием. И правилом получения фактических данных или показателями в зависимости от того, делаете вы прогнозный баланс или нет. Давайте сразу сделаем годовой. Создать имиджет расходов BDM. Не буду сильно останавливаться. Здесь все то же самое. Здесь ничего нового я не делаю. Измерение. Год. Тоже в колонке перетаскиваем год. В статьи мы перетаскиваем наши статьи. Расходные. Здесь, кстати, можно выделить эти статьи. А, нет. Здесь, извините, здесь статьи выделить нельзя. Жаль. Вот так вот перетаскиваем. Наши статьи. Все. Здесь ничего особенного делать не будем. Нажимаем записать. Можем проверить этот бюджет. И введем какие-то данные. Здесь указываем все то же самое. Нам нужны расходы в том же самом сценарии. Нам нужны расходы в той же самой организации. Подразделение можно выбрать другое. Но я то же самое выберу. Это сейчас на наш процесс не влияет. Мне, допустим, что мы сделаем. Допустим, по 500 тысяч. Мне не обязательно вводить все. Я могу нажать. Копировать. Здесь можно скопировать во все периоды. Либо можно скопировать и вставить. Здесь есть разные инструменты. Кстати, забыл рассказать. Здесь можно в том числе загрузить из Excel. Что это значит? Мы можем создать форму. На какого-то подразделения. Мы можем выгрузить эту форму. Давайте запишем. Выгрузить эту форму. В какой-то Excel форму. Но я дальше не буду все это показывать. Здесь можно ее выгрузить. Она будет выглядеть как двухмерная таблица. После этого сотрудник, который ее заполняет, может заполнять. Он ее заполняет примерно в таком же виде. Заполняет циферками. Потом ее можно загрузить. Нажимаем загрузить. И выбираем вновь созданную заполненную форму. Нажимаем загрузить. И все заполняется. Так. Все. Мы в принципе все заполнили. Здесь ничего нет. Утверждаем. Провести и закрыть. Все. У нас годовые данные готовы. Нам нужно сделать бюджеты по месяцам. Ну, в рамках годового мы не будем делать именно BDR консолидированный. Но сам смысл создания BDR в месячном и в годовом он сильно не различается. Ссылка только на разные статьи и можно что-то скорректировать. У нас вот эта модель, она годовая. Давайте сделаем новую модель. Новую не обязательно делать, но если одна на год, другая на месяц, вы просто не сможете их никак совместить. Я беру вот эту вот модель BDR. Кстати, модель BDR неправильно написал. Ну, ладно. Месяц. Пусть будет та на год, а эта на месяц. Бюджетный процесс ставлю на месяц. Записать и закрыть. Я ее просто скопировал. Ничего не меняю. Никаких дат, никаких настроек, ничего. Просто сделал модель бюджетирования на месяц. Еще раз. Не обязательно создавать новую, но мы, чтобы отделить, просто создадим новую. Вот здесь он, кстати, при копировании предлагает нам создать те же самые бюджеты. То есть скопировать бюджеты. Но, в принципе, давайте их создадим заново. Давайте их создадим заново. Нам они не нужны. Нажимаем создать. Просто еще раз посмотрим. Мы создали модель бюджетирования на месяц. Теперь нам нужно создать здесь... Секунду, коллеги. Теперь нам нужно создать месячные бюджеты и заполнить их на основании годовых бюджетов. Но мы помним, что год мы заполнили одной цифрой, а в месяце у нас 12 штук. Поэтому мы сначала операционные бюджеты создадим, которые у нас распределятся на 12 месяцев. А потом сделаем консолидированный BDR. Нажимаем создать. То же самое. Выручка BDR. Ну, допустим, помесячные. Здесь особо ничего не меняем. Но вот здесь бюджет составляется на период. Здесь месяц. Но здесь с тем же успехом можно поставить год. Мы для упрощения процесса сейчас делаем BDR помесячный на год, чтобы просто посмотреть, как это настраивается. Нажимаем год, но он будет по месяцам. Структура бюджета. Здесь делаем, опять же, нашу таблицу. Здесь ничего не отличается. Но в колонке мы ставим месяц. Ну, вот он спрашивает, все периоды или выбранные периоды. Да, нам нужны все периоды. Добавим бюджет. Так. В стройке мы добавляем ту же самую статью, которая у нас была в бюджете. Перетягиваем выручку. И, кстати, мы можем добавить сюда аналитику, которая у нас была. Тоже берем аналитику, перетягиваем выручку. Вставлять в экземпляр. Добавляемые прочие контрагенты. Теперь нам нужно сказать программе, то есть сделать настройку, по которой вот эта вот строчка, в нашем бюджете будет заполняться от годового плана. Потому что, если мы просто создадим бюджет, он ничего нам не даст. Можем вот так вот сделать, записать. Давайте сейчас настроим. Нажимаем на выручку. Вот здесь уже, на вот эту вот строчку, на статью мы нажимаем два раза. У нас появляется вот такое вот окно. Здесь мы можем выбрать, какой мы показатель используем. То есть, что это количество, сумма или количество, сумма. Это для того, чтобы планировать и в количестве, и в сумме. Но мы сегодня все в сумме будем планировать, для упрощения. Мы можем нажать, чтобы он отображал обратный знак. Нам это сегодня не нужно. И вот главное это заполнение. Здесь вот только вручную стоит. А нам нужно заполнение по остаткам и оборотам. Нажимаем по остаткам и оборотам. У нас появляется вот такая вот ссылка, настроить автозаполнение. Нажимаем на нее. У нас появляется вот такое вот окошко. Что здесь есть? Слева сверху у нас элементы, которые мы можем использовать. Справа сверху у нас операнды, которые мы используем. Что такое операнды? То есть, если я, допустим, возьму какую-то статью, неважно какую, вот перетащу. Это неправильная выручка. Просто перетащил статью или показатель. Какой-то показатель. Перетащил. Это то, что я могу использовать в формуле. Формула вот здесь вот справа снизу. Слева снизу это всякие операторы. То есть, плюс-минус знаки, всякие условия логические и так далее. Ими редко когда пользуются, но они есть. Вот. Нам что сейчас нужно? Нам нужна выручка, которая разделится на 12. На 12 месяцев. Мы просто равными частями будем использовать. Можно использовать в том числе сезонные коэффициенты. Это отдельный инструмент. Но сегодня мы не будем этого делать. Нам нужно настроить правильно, чтобы наша цифра... То есть, мы предполагали на год какую-то цифру расходов. Там, по-моему, 8... Ой, выручки. 8 миллионов. По-моему. Не помню. Вот нам нужно разделить равными частями на 12 месяцев. Мы берем статьи. Ищем нашу статью. Выручка. Я могу перетащить сначала в операнды, потом настроить. Потом перетащить формулы. Но, в принципе, можно сделать и проще. Можно просто... Вот выручку, когда перетаскиваете, можно перетащить сразу в формулу. Так вот. В формулу. И я в формуле просто на клавиатуре пишу разделить на 12. Это не совсем правильный подход. Но для упрощения нашего вебинара я сейчас просто делаю вот так. Можно сделать какое-то умножение на коэффициент. В качестве коэффициента можно выбрать нефинансовый показатель. Определенный. По месяцам. Можно выбрать какой-то сложный расчет с сезонностью. Можно выбрать какой-то сложный еще какую-то модель. То есть, здесь можно поиграться с цифрами, поиграться с формулами и выбрать то, что вам нужно. Но в рамках год на месяц тут слабо прогнозируемая ситуация. Если ситуация высокопрогнозируемая, то, скорее всего, это модель с каким-то большим циклом работы. Допустим, за год вы планируете произвести что-то. Что-то, и вы уже на год, у вас есть план производства, допустим, самолетов. То есть, вы можете спрогнозировать. Что нам нужно сделать? Вот конкретно здесь, если мы оставим все как есть, он ничего не сделает. Почему? Потому что мы будем вводить данные в другом сценарии. Это, во-первых. А во-вторых, у нас данные зафиксированы только на одной цифре. И если мы посмотрим в регистры, то они запланированы 01.01.2024. Поэтому нам нужно взять всю сумму. Давайте я в два этапа это сделаю. Я сначала по сценарию покажу, как это делается, а потом по датам. То есть, нам нужно взять цифры из определенного сценария. Мы нажимаем вот здесь сценарий. Сейчас не с того начал. Нажимаем два раза на операнты. И у нас есть настройки оперантов. Здесь мы можем, опять же, настроить показатель, смещение границ данных. Есть определенные отборы, которые мы тоже можем настроить. Отбор, который нам нужен, это сценарий. Сценарий. Мы пишем, вот у нас появляется сценарий. Мы пишем, должен быть равен годовой BDR. Все. Из годового BDR мы должны брать цифры. Нажимаем, нажимаем завершить редактирование. Завершить редактирование. Завершить. И, в принципе, мы почти готовы. У нас будет неправильно, но надо показать, как это будет. Создать. Нажимаем создать экземпляр бюджета. Вот сценарий мы уже указываем другой. Мы создаем новый сценарий. Такой же сценарий, но на месяц. Месячный. Месячный. Указываем месячный. Здесь в валютах ничего не меняем, просто у нас будет другой сценарий бюджетирования. Записать и закрыть. Выбираем месячный. Организацию выбираем ту же самую. Подразделение выбираем ту же самую. Вот видите, он у нас месячный, но в силу того, что у нас вид бюджета был обозначен на год, он все равно нам ставит год. По умолчанию. Если бы мы поставили месячный, то был бы месячный. Переходим в бюджет. Вот у нас тот же самый бюджет по месяцам. Нам нужно сделать так, чтобы наша цифра из годового бюджета распределилась по всем месяцам. Мы сделали какую-то настройку, нажимаем заполнить. Видите, что он сделал? Он разделить разделил данные на 12, но только в январе. Потому что у нас в годе, ну то есть это техническая такая часть, что он взял данные только за январь. Я если покажу, так, вот бюджет выручки. Это если кто техническую часть интересуется. Вот видите, период планирования, 1 января. Он как бы за год, но зафиксирован в 1 январе. За 1 января. Вот в чем дело. Ну, потому что начало года, это 1 января. Вот. Соответственно, нам нужно сделать, чтобы оно делилось на 12 месяцев. Мы идем обратно в наш бюджет. Заходим в выручку. Заходим в настройки. Заходим в наш оперант. И вот здесь есть смещение границ и границы данных не задум. Вот здесь отдельная настройка по тому, откуда брать данные. То есть, какое отношение к периодичности. Откуда, из какого периода. Брать данные. Здесь можно настроить какие-то периоды. И в том числе, произвольные. Здесь можно настроить смещение периода. Допустим, мы будем брать из какого-то года. Или из какого-то конкретного месяца. То есть, видите, здесь смещение периода в прошлое. Нас интересует вот эта вот строчка. Значение для группировки. Мы хотим взять зависит интервал данных. Здесь можно нарастающий ток взять. Можно произвольные. Можно из текущей группировки. Почему он берет только одну цифру в одной цифре? Потому что из текущей группировки он зафиксировал в январе. И в январе работает. Но это можно не запоминать. Просто имейте в виду, что могут быть такие проблемы. И с ними придется покопаться. Мы нажимаем за весь интервал данных. Завершить редактирование. Завершить. 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 Записать. Заходим в экземпляр бюджета. Я перевыберу вид бюджета. Чтобы у меня обновились алгоритмы. Заходим в бюджет. Заполнить. И он заполняется. Видите, он разделил на 12 все наши цифры. Всю нашу цифру разделил на 12 месяцев. Заполнил все 12 месяцев. С аналитикой отрагента. Все. Месячный. Готов. Мы его сделали. По выручке. Нажимаем утвержден. Провести и закрыть. То же самое надо сделать с расходами. Но мы его сделаем чуть по другому. Нажимаем создать. Извините, забыл как он называется. Вот. Что-то расходов. На самом деле не важно как он называется. Мы могли его просто скопировать. Но не будем копировать. Потому что нам все равно все перенастраивает. Бюджет тоже сделаем на год. Ну то есть здесь можно было на год, на месяц. Неважно. Вот это сейчас на наш пример не влияет. Но оно бы повлияло, если бы вы создавали допустим бюджет на какой-нибудь второй квартал. И у вас было бы с апреля по июль. По июнь. Если бы у вас был с апреля по июнь, то при таких настройках он бы не хватало. Пришлось бы сделать смещение периода немножко другое. Пришлось бы сделать ссылку именно на период год. Так, здесь все то же самое, что и выручки, показатели. Здесь период ставим месяц. Месяц. Ищем наши статьи. Последовательность не важна. Я могу, допустим, вот я себестоимость вверх подниму наоборот. Хотя в первоначальном бюджете было по-другому. Хозяйственный налог. Вот видите, я изменил последовательность. Но для меня это не важно, потому что все равно данные сохранены. Здесь нам нужно сделать все то же самое, что мы делали в выручке. Сейчас я быстро постараюсь это сделать. Это у нас себестоимость. Тоже делить на 12. Нам нужно настроить наш сценарий, откуда мы это тянем. Нам нужно настроить периодичность. Вот. И то же самое мы делаем для всех статей. Сейчас, коллеги, постараюсь быстренько все сделать. Их пять штучек, поэтому и взял всего пять штучек, чтобы не растягивать. Если бы мы создавали все это на разных бюджетах, то есть расходы на разных бюджетах. Да? Да. Вот я, кстати, предыдущую формулу, по-моему, забыл. Ну, я неправильно сделал. Сейчас я зайду, посмотрю. Если бы мы делали все это на разных бюджетах, то результат был бы примерно тот же самый. Неправильная формула? Да. Вот видите, неправильная формула. На 12 не разделил. Была бы у меня неправильная цифра. Если бы мы делали на разных бюджетах, то ссылка все равно была бы на статью. Но все равно это собиралось бы на одном сценарии. Еще последнюю статью делаю. Налог на прибыль. Кстати, налог на прибыль мы могли и не делать. Мы могли сделать ее расчетную, чтобы она создавалась, допустим, от какой-то определенной прибыли. Но для этого нужны данные предыдущих месяцов. Потому что налог на прибыль у нас переходящий. Из квартала в квартал. Все. Тоже вот. Слик на 12. Завершить, завершить. Записать. Все. Продолжаем. Я, допустим, хочу сделать этот бюджет. Да, я его заполню по месяцам. Но я хочу сделать какую-то группировку. Ну, то есть, для примера сделаю парочку группировок. Давайте даже вот так вот. Общие. Общие. Что у нас? Расходы? Расходы. Общие расходы. Допустим, производственные расходы. Да, не объяснил, что такое группы. Вот я перетянул группы. Сейчас я покажу просто, как они работают. Это для того, чтобы группировать как раз вот эти вот статьи. Или строчки. Если это... Если это... Если это... Если это консолидированный бюджет. Если это сложная таблица. Вот. Ну, допустим, производственные расходы и непроизводственные расходы. Вот так вот. Я сделаю так вот. Производственные, непроизводственные. Тоже перетягиваю, создаю иерархию, себестоимость ввожу в производственные. А все остальное выделяю и кидаю. Здесь можно шифтом выделить и перекинуть. Вот. Я могу в том числе двигать эти строчки как угодно. Вот. Вот этими кнопочками. И я хочу еще увидеть какие-то суммы. Вот. Здесь есть формула по группе. Если перетащить, можно создать сумму. Вот. Я создал сумму. Здесь в том числе есть несколько инструментов. Еще мы это посмотрим. Можно скопировать один и тот же элемент. Зажать control. И скопировать его в другую группу, допустим. И вот так вот еще раз хочу. Вот. А я хочу сумму не внизу. А, ну, пусть будет внизу. Нажимаем записать. Проверяем на ошибки. Ошибок нет. Создать экземпляр. Создаем в месячном. Создаем нашу организацию металлсервис. То же самое подразделение. Создаем бюджет. Заполнить. Вот у нас все наши цифры. Так. И, соответственно, что мы видим? Коллеги. Что мы видим? У нас появились производства. Вот. Распределилось на 12 месяцев. Наши статьи, которые мы создавали. Но просто сразу с разделами. С такой иерархии небольшой. Вот у нас себестоимость. Ну, здесь одна цифра. А вот здесь автоматически все посчиталось. Посчиталась сумма. А вот эта сумма. Это производственные плюс непроизводственные. Здесь можно вот так вот плюсики нажимать. Такая простенькая форма с нашими расходами. Кстати, итоги тоже можно сделать. Мы сделаем в консолидированном модели. Мы создали оперативные бюджеты годовые. Мы создали оперативные бюджеты месячные. Все утверждаем. Провести и закрыть. Так. Вот. Мы создали бюджет выручки годовой. Бюджет расходов годовой. Бюджет выручки помесячной. Бюджет расходов БДР. Ну, на месячный сценарий. Соответственно, мы можем сделать консолидированную форму. Сейчас. Вот операционный бюджет. Расчет прибыли и убыточности. Соответственно, нам нужно посмотреть. Есть у нас прибыль и убыток с такими вот расходами. Нам нужно сделать консолидированную форму. Как ее можно сделать? Первый вариант это сделать такой же бюджет, где мы будем вводить данные. Где будем вводить данные, и они будут заполняться от других бюджетов. Но эти данные будут фиксироваться в системе. Извините. Эти данные будут фиксироваться в системе. Зачем нам их фиксировать еще раз? Если они уже зафиксированы, выручка зафиксирована, расходы зафиксированы. в принципе зачем нам их фиксировать еще раз тем более если мы будем создавать на тот же месячный сценарий они задвоятся задвоятся у нас будет двойные данные это неудобно в принципе чтобы зафиксировать в системе сам bdr мы можем использовать другой сценарий на то есть еще один сценарий для фиксации какого-то значений каких-то значений но в принципе это не обязательно потому что данные все равно у нас сохранились уже в месячном если бы у нас было несколько вариантов оптимистичный пессимистичный вариант тоже они бы зафиксировались в системе основные данные зафиксировались бы в системе кстати вот я не показал вот мы заходим бюджет и допустим в подготовке я его заполнил и я хочу вот я заполнил от года вот я просто заполнил да и вроде как мы ничего не меняли давайте что-нибудь поменяем допустим я понимаю что у нас в каком-нибудь там мае будет не 41000 расходов допустим там ну начнется какая-нибудь амортизация вот общехозяйственные какие-нибудь начнет мы купим какую-то машину в лизинг у нас начнется амортизация будет не 40 тысяч а допустим там 80 то есть я это могу скорректировать я заполнил но это не значит что я обязан использовать именно эти данные я заполнил для удобства потом могу их использовать что-то добавить если у меня были аналитики я соответственно сделал бы по разным контрагентам допустим здесь 80 а допустим в апреле я знаю что у меня коммерческие расходы я вот планирую какую-нибудь коммерческую на трейд маркетинговую активность вот я допустим буду дарить по акции самолеты будут большие расходы и допустим давайте 2 миллиона 2 миллиона поставлю то же самое утвержден провести то же самое я могу делать с выручкой подготовки я допустим когда месяц заполняю если я заполнял какой-нибудь 3 на какой-нибудь второй квартал сейчас данные вот у меня апрель май и июнь или допустим я до конца года заполняю я понимаю что у меня где-нибудь там в июне у меня выручка должна быть ну то есть где-нибудь в июне у меня выручка по какому-нибудь вот монолит строй они нам написали что вот мы заключили новый контракт и они нам и они планируют мы планируем им продать какую-то продукцию на 3 миллиона тоже мы заполнили но это не значит что мы ничего не можем с этими цифрами делать пожалуйста делаем все что хотим с этими цифрами утвержден провести закрыть нам то есть эти цифры уже зафиксированы системе поэтому нам не обязательно делать это еще вводить данные и заморачиваться с тем что они где-то будут лежать где-то будут зафиксированы где-то эти цифры ну то есть где-то этой цифры будут кому-то мешать мы можем сделать отчет мы можем сделать отчет собрать эти цифры и сделать наш бдр идем вида бюджета то есть мы не будем делать форму именно для ввода мы просто сделаем отчетную форму которая соберет все эти данные покажет нам нашу прибыль нажимаем создать не пишем ну просто бдр напишу по месячным вот здесь чтобы сделать отчет мы ставим вот плановых данных галочку убираем у нас немножечко другой функционал он будет для этого отчета мы ставим здесь в принципе можем поставить месяц нам не важно пусть будет месяц структуру бюджета переходим берем нашу таблицу и начинаем перетягивать что показатели до показатели какой период месяц в сроке мы перетягиваем наши статьи выручка коммерческие ну вот себестоимость выше поставлю отчисления общих хозяйственный наук на прибыль принципе давайте посмотрим что получилось то есть просто я накидал статьи давайте посмотреть вид отчета я же делаю отчет поэтому я беру сценарий месячный сценарий вот за март пусть будет вот у меня какие-то данные появились я хочу за год ставлю за год и сформировать все у меня за год появились какие-то данные вот какие-то данные вот наши 2 миллиона расходов вот тут в июле какие-то какая-то просадка по выручке то есть разные цифры но нас то не устраивает понятно что это не бдр поэтому мы начинаем накидывать в этот бдр что-то чтобы он был читаемый у нас есть выручка давайте теперь раскидаем все это частями мы можем сделать несколькими способами все это давайте сначала распределим на группы давайте группа знаете три группы сделаем а хотя мне зачем он доходная часть можно опять же здесь разделять уже по оперативной инвестиционной финансовой деятельности не обязательно если бы мы фиксировали в бюджетах это и у нас была бы такая аналитика могли бы перетащить вот все эти данные в какую-то группу и настроить там отбор именно по этой по этому направлению деятельности у нас собирались бы данные то есть там не нужно было бы не нужно было бы создавать новые статьи доходная часть расходная часть вы давайте оперативные расходы так то оперативные расходы вот эти не нужно и таки перетаскиваем выручку так это я могу просто перетащить вот можем сделать тоже производственные непроизводственные производственные производственные это все непроизводственные за последовательностью надо следить они иногда перемешивается друг с другом ну вот соответственно у нас есть доходная часть но у нас же есть еще но кстати мы можем посмотреть форме как меняется этим поменяли форму она поменялась у нас же есть еще аналитики если мы хотим видеть наши аналитики в консолидированном бдр почему бы и нет заходим в аналитики находим нашего контрагента и добавляем контрагента выручку добавить все у нас контрагента добавились выручку еще раз записать еще раз посмотреть вот видите нас нашим бдр им появились контрагента в принципе можем их сложить нам не обязательно на них смотреть но дополнительную такую аналитику можем посмотреть теперь нам нужно понять теперь нам нужно понять какая у нас прибыльность но ради правильности я раскидаю суммы вот производственные непроизводственные оперативные расходы но я хочу сделать так чтобы сумма была не внизу как у нас было я хочу вот чтобы вот в этой строчке была сумма я тогда вот эту сумму перетаскиваю вверх вверх в группе так вот записать бдр сформировать и у меня тогда нет каких-то лишних строчек кстати сейчас эту забыл лишних строчек с суммами нет они прям вот в строках в группах которые я создал вон группа доходная часть вот расходная часть все мы видим все все наши аналитики все наши строчки которые мы сделали теперь давайте посчитаем прибыль как это можно сделать в принципе в той же самой сумме есть какие-то определенные показания показатели но мы здесь используем такую такую вещь как производный показатель что это такое это такой производный показатель это строчка или показатель как угодно можно воспринимать в котором можно что-то посчитать нажимаем производный показатель и перетягиваем строки вот он создался назовем его прибыль убыток и здесь видите формула что нам нужно сделать с ней нам нужно сделать так чтобы выручка минус наши расходы если бы мы делали сложную таблицу покажу это на следующей неделе если бы мы делали сложную таблицу то можно было бы выбирать прям конкретные ячейки но это простая таблица поэтому мы делаем можем вот так вот взять все выделить перетащить выручку наверх для удобства сделаем здесь внутри мы никакие настройки делать не будем потому что когда мы формируем мы его будем формировать в конкретном сценарии Поэтому мы получаем данные из конкретного сценария нам отборы никакие не нужные смещение периода нам тоже не нужно потому что уже все понятно то есть понятно в каком мы периоде а здесь то же самое здесь можно вот так вот выделить их и перетащить сюда но кстати неправильно перетащилась я сотру выделить перетащить вот и здесь можно уже делать просто формулу здесь можно выручка минус коммерческие расходы налоги начисления хозяйственные себестоимость здесь уже порядок не важен потому что у нас выручка минус все можно сделать так можно скобочки сделать можно здесь тоже важный момент вот здесь вот есть идентификатор количество количество символов формуле она ограничена поэтому иногда нужно сократить название идентификатора здесь вот эти есть сказать сейчас вот видите я нажал два раза я могу скорректировать название идентификатора можете назвать его по-другому вы можете назвать его там в один или просто в или какую-то цифру сделать неважно то есть все что угодно можете с ним сделать но просто имейте ввиду что здесь вот здесь ограниченное количество символов и иногда приходится сокращать можно проверить формулы и совершить редактирование записать бдр переходим наш бдр вот появилась появилась наша прибыль давайте вот так сокращу закрою секунду коллеги и все мы посчитали нашу прибыль или убыток и вот мы увидим у нас с января по март есть прибыль в апреле у нас убыток но в мае у нас опять прибыль в июне прибыль но допустим мы мы видим по месяцам но это же неудобно мы хотим посмотреть за год или за квартал или за какой-то период давайте сделаем так чтобы у нас были итоговые цифры у нас есть месяц давайте сделаем группу колонки прям в колонке перечисляем месяц месяц а в принципе можно ну да давайте так делаем давайте вот так сумма и записать там есть настройки оформления с итоговыми цифрами вот мы видим итоговую сумму мы видим что прибыль за период 6 миллионов 420 тысяч то же самое можно добиться через всякие там настройки оформления по элементам тоже есть тоже есть такая возможность но это чуть сложнее чуть дольше с ней здесь группа здесь можно эту группу как-то назвать то есть группа ну не важно на самом деле вот мы сделали бдр мы сделали его со всеми нашими аналитиками то есть соответственно если у вас бюджеты с огромными аналитиками вас там допустим сотня или больше контрагентов еще там 300 штук этих договоров эти данные в системе сохраняются вы можете их посмотреть вы можете их использовать чтобы потом вывести где-то вот мы сделали не обязательно нам их использовать можем их скрыть можем вообще убрать отсюда допустим это консолидированный бюджет мы хотим видеть только результат понятно что в консолидированном бюджете уже итоговые значения и никто не ну редко когда хотят смотреть именно вот какие-то аналитики если бы у нас была себестоимость по продукции можно было бы сделать по продукции и выручку и себестоимость потом можно было бы сделать допустим валовую прибыль по по продукции то есть отдельно вывести можно так как у продукции то есть номенклатура есть какие-то группы можно было бы сделать по каким-то группам валовую прибыль то есть все что угодно можно сделать данном случае мы вот смотрим наш простенький примером, мы видим, что у нас в апреле убыток полтора миллиона. Ну, как бы, да, это фигово. Извините, коллеги, это плохо, потому что обычно у нас прибыль 450 тысяч, а здесь просадка сразу на полтора миллиона. Но мы при этом посмотрим, что у нас там 3 миллиона в июне, и итоговые цифры у нас, в принципе, нормальные. 6,5 миллионов. Соответственно, что мы еще можем здесь сделать? Мы посмотрели производные показатели. Что мы еще можем здесь сделать? Да, мы можем сделать нарастающий итог. Почему бы и нет? Мы можем, вот видите, прибыль-убыток тот же самый прибыль-убыток сделать нарастающим итогом. Давайте я сделаю еще один производный показатель в строке. Так, я не помню, как он называется. Ну, точнее, не хочу нарастающим итогом. Не хочу еще раз писать, поэтому просто скопируем. Здесь то же самое. Берем доходы-расходы. Берем наши статьи, перетаскиваем. Вот наша выручка. Берем наши операнды, перетаскиваем. То же самое все делаем, что мы считали при прибыли. Так вот, минус, 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 минус. Но при этом мы заходим в каждый операнд. Вот здесь вот смещение периода ставим нарастающий итог. Завершить. Завершить. То же самое делаем со всеми остальными операндами, со всеми остальными статьями. И, то есть, он будет брать данные не просто в каком-то конкретном месяце. Он будет брать данные за весь период, в котором мы сформировали отчет. Это тоже, коллеги, кто-то включил видео. Это тоже имеет место быть, когда нужно посмотреть именно в каком месяце у нас будет просадка. Завершить редактирование, записать, BDR, сформировать. И вот видите, у нас нарастающий итог пошел. С апреля, опять же, с апреля по март у нас была прибыль, а вот в апреле даже нарастающим итогом у нас пошли убытки. Но здесь мы видим, что уже в следующем месяце мы эти убытки покроем. Что это за 2 миллиона коммерческих расходов? Окупятся они или нет? Ну, наверное, окупятся, если у нас в апреле 2 миллиона расходов, а в июне какие-то 3 миллиона выручки появились, наверное, окупятся. Так, еще одну вещь. Вот нарастающий итог, кстати, тоже. Вот здесь нарастающий итог, кстати, не актуален, потому что вот здесь нарастающий итог будет вот эта цифра окончательная, вот эта цифра окончательная, а вот здесь нарастающий итог это неправильная цифра за этим тоже надо следить так коллеги я перейду последней части это у нас анализ отклонений он факт анализ отклонений у нас есть месячный мдр его закроем нам нужно посмотреть план факт выручка расходы как это сделать у нас есть ну то есть как связать план с фактом у нас есть статьи мы в рамках них планируем какие-то данные но они в принципе сами по себе они программа же сама не понимает как тянуть фактические данные поэтому нам нужно им им это обозначить нас есть выручка мы посмотрим на выручки мы заходим в статью еще раз бюджетирование планирования настройки справочники статьи находим нашу статью по выручке выручка здесь есть правило получения фактических данных здесь уже какая-то настройка есть сломать ее не буду просто покажу как бы как бы мы это делали нажимаем создать здесь можно создать правило по получению фактических данных нажимаем создать допустим мы хотим вытащить выручку с регистрах регистров регламентированного учета с проводок с плана счетов с тех данных которые у нас фиксируется в плане счетов берем регламентированный учет и ставим вот отступление небольшое сделаю коллеги вот именно по общей информации по 1с продажи момента продаж допустим у нас есть какой-то документ реализации услуг на 2 миллиона у нас есть какой-то документ он делает движение каких-то регистрах то есть если вы бухгалтер то вы понимаете что этот документ как один из бухгалтерий должен делать какие-то движения по регистрам по плану счетов то есть он должен создавать движение по счетам по субконта посмотрим какие движения создал документ вот у нас документ на 2 миллиона и он создал такие вот проводки по счету ну то соответственно какие данные можем вытащить мы можем взять кредит 90 011 и вытащить наши 2 миллиона ну 2 миллиона или без ндс с ндс или без ндс соответственно мы можем здесь вытащить данные которые есть в проводках это счет это это три субконта этого счета возможные ну конкретно здесь это номенклатура и плюс 2 сквозные аналитики от организации подразделения до организации подразделения и направления еще одна аналитика это мы можем вытащить что я хотел сказать да у нас есть эти данные можем их вытащить но зачастую этой аналитики недостаточно для анализа система dns erp если мы посмотрим движение документа по регистрам вот этот документ создал движение по еще регистром управленческого учета с большим количеством аналитик вот это все движения которые создал этот документ по разным регистром по системе мы можем вытащить определенное в бюджетирование определенное количество этих операций вот допустим эти выручка и себестоимость он создал такое движение в нем есть такие вот аналитики 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 и называется хозяйственная операция реализация клиенту в нем есть много много всяких аналитик сумм и в принципе можно все это вытащить то есть не две сквозные аналитики открыли три субконта как при учете а уже что-то что-то побольше вернемся к нашим статьям то есть мы настраиваем от рег учета допустим мы выбрали регламентированный учет что мы здесь делаем можем выбрать счет с которого мы хотим выбрать данные но конкретно здесь будет 90 я могу набрать 90 и выбрать какой-то счет из них ну 90 01 допустим я могу выбрать что я хочу вытащить обороты дебита или кредита я могу выбрать респондирующий счет я могу в дополнительных отборах написать какие-то дополнительные отборы для информативности то есть я могу сделать отбор по субконта я могу сделать отбор по ну здесь сукунт этом номенклатурный группы я могу сделать отбор по валюте я могу сделать по субконта корреспондирующего счета отбор по подразделению по организации здесь можно настроить отборы и вытащить то ли именно конкретные какие-то операции вот здесь в этом поле вот в этом поле настраивается совмещение аналитики статьи вот помните мы в статье указывали аналитики вот здесь как раз настройка аналитики с каким-то определенным субконтом то есть настраивается связь вот допустим контрагент для нас из источника данных вот он пишет организации наверное это не организация какой-нибудь контрагент вот здесь я не вижу сейчас не буду искать но он может быть может не быть то есть он либо появится либо не появится ничего не могу сказать мы можем это настроить по контрагенту можем по договору по тем аналитикам которые у нас есть сейчас покажу вот здесь вот за счет этого соединяется планфакт по аналитикам еще раз вернусь правил получения фактических данных ну и соответственно мы можем настроить по регучету но давайте настроим по оперативному учету потому что там больше аналитик здесь уже есть настройки я не буду их ломать как это делать давайте с нуля попробую создать мы пишем здесь оперативный учет и нам нужно выбрать хозяйственную операцию то есть мы увидели там я показывал когда регистр увидели там хозяйственная операция реализация клиента ну здесь соответственно можно ее выбрать но вообще вот весь список всех хозяйственных операций которые проводятся в системе их тут много предопределенных ну соответственно если что-то дополнительно понадобится то можно разработать с программистом надо найти нашу операцию реализация клиенту в этой реализации клиенту опять же мы можем выбрать какой-то источник то есть то что я показывал там есть сумма при учете есть сумма а здесь есть не только сумма здесь есть сумма сумма без ндс себестоимость потому что на регистрах выручки рассчитывается себестоимость эти данные тоже можно выбрать фактически ну и вот все источники которые вы видите можно выбрать для тех или иных целей ну вот сумма выберем здесь опять же здесь тоже можно сделать какие-то дополнительные отборы по данным фактического или планового учета но здесь фактического то есть если у нас есть такая аналитика мы можем сделать такой отбор здесь настройка аналитик все тоже самое но здесь я уже все настроил здесь две настройки просто с отбором по организации без отбора по организации и посмотрим как это работает нам нужно сделать бюджет не сделаем тот же самый отчет вот бдр мы его скопируем вот я его копируем и у меня вот здесь сверху только месяц и так нам нужно нам нужно нужен анализ отклонений нам нужен анализ отклонений между планом и фактом коллеги оказывается прибыль неправильно написал только сейчас увидим в этом бюджете сделаю правил нам нужен анализ отклонений между планом и фактом в рамках месяца что мы можем сделать ну во первых я уберу отсюда группу пока на мне не нужно вот всю остальную структуру я в принципе менять не буду зачем но мне нужно указать сценарии нажимаю измерения и здесь есть сценарий я перетягиваю сценарий в месяц и вот здесь я выбираю фиксированные значения почему то есть я хочу видеть только свой месячный сценарий и сценарий фактические данные сценарий фактические данные это именно именно чтобы тянуть данные из фактических данных из факта все их выбрал добавить вот в рамках месяца но здесь прилично напишу без апострах допустим месячный а нет не могу ну ладно месячный сценарий и фактический сценарий посмотрим что из этого получится записать просмотр вид отчета кстати у меня сразу данные появились видите по месяцам на март были какие-то данные по выручке по этой организации и мы видим что у нас доходная часть вот есть есть 666 тысяч и 2 миллиона фактических данных прибыль 2 миллиона но мы на выручке только посмотрим опять же он подтянул и аналитики плана и аналитику факта контрагента то есть есть вот какой-то какая-то операция за март за на 2 миллиона домашний интерьер давайте марта февраль феврале по моему тоже какие-то данные были а нет нету ну не будем смотреть то же самое можно сделать на год заметьте вот здесь уже выбрать сценарий нельзя уже нету такого поля почему потому что мы сверху уже обозначили какие нам нужны сценарий поэтому здесь уже сценарий не выбирается если до этого мы выбирали по какому сценарию хотим видеть и в нашей форме мы могли формировать по любому сценарию то сейчас здесь нет кстати вот давайте я вам покажу что получилось по бдеру месячному а я вот сейчас секунду месячный чем мы делаем отклонение записать а то они одинаковые не увидим вот кстати тот же самый бдр который мы формировали на год если мы сформируем на год мы выбрали месячный сценарий сформировать все он сформирован на год с суммами а если мы давайте посмотрим что будет если мы выберем годовой я до сформировать видите что получилось он нам тоже выдал данные из из другого сценария но в своей форме ну понятно что они не совсем красивые можно так вот указать 31 01 вот за один месяц но это из другого сценария то есть если вы будете делать бюджеты по разным сценариям по разным но по разным сценариям да так есть допустим пессимистичный оптимистичный реалистичный какой-то усредненный средне взвешенный то в принципе вам не обязательно делать разные формы можете сделать одну форму а потом обращаться к разным сценариям и они будут формироваться это я хотел показать вот здесь месячные фактические данные все у нас есть какие-то данные нам нужно посмотреть отклонения давайте вернемся сюда нашу форму я хочу посмотреть отклонения между вот этим вот этим сценарием я могу опять же перетащить группу в месяц перетащить в группу наши сценария а в группу добавить хочу формулу добавляю формулу но я добавляю не сумму я нажимаю два раза на сумму и нажимаю отклонение так вот захожу выбираю какая какую формула хочу выбрать отклонения хочу завершить я хочу еще одну перетащить и выбрать здесь отклонения процента давайте вообще еще и еще одну перетащим и сделаем выполнение вот записать переходим нашу форму формируем и вот мы сформировали отклонение мы видим что разница тут есть огромная в процентах по выручке есть отклонение есть выполнение а они как-то неправильно сформировались по цифрам сейчас секунду корень я думаю что то не то вот 2 миллиона 133 200 процентов перевыполнен план то есть разница у нас есть абсолютное отклонение относительное отклонение и есть некое выполнение плана это разные цифры по-разному считаются вот эти цифры в чем плюс не нужно прописывать какие-то формулы не нужно делать какие-то производные показатели чтобы он все считал нет вы сделали такую группу накидали у таких вот показателей он все сам посчитал сложных таблицах тоже можно это использовать поэтому тоже очень удобно мы можем сформировать его за год опять же такая динамичная система можем сформировать замена месяц на год вот у нас данные пока на каждый месяц с отклонениями но понятно что мы отклонение не все есть ну то есть отклонение не во всех месяцах вот но по каждому можно посмотреть там был март вот март ну и соответственно все коллеги наверное отклонение мы посмотрели да есть отклонение по этим данным соответственно можно сделать любую структуру этого бюджета это двухмерная таблица если у вас двухмерная таблица соответственно это массив данных и можете это использовать если проводить аналогию допустим с сапом или аксаптой то там есть таблицы с данными здесь соответственно есть тоже вот эти массивы данных которые сохраняются в системе мы можем их использовать как угодно если у нас если мы хотим собрать из разных сценариев можем это использовать если мы хотим сделать какую-то усредненную можем использовать из факта тоже есть инструменты как можно добавить какую-то аналитику ну то есть один из примеров допустим если у вас аналитики нет ни в плане ни факте но вы хотите создать если это аналитика относится допустим какой-нибудь номенклатуре вы можете создать такую аналитику в виде такой есть инструмент доп реквизит добавить этот до приквизит как аналитику статью а в номенклатуру добавить этот реквизит до в номенклатуру добавить этот до приквизит и в принципе потом когда будет собирать фактические данные можно все это совместить вот это тоже один из вариантов но обычно это решается доработками потому что это более надежно работает скажем так коллеги теперь ваши вопросы при такой же структуре бюджета не выводятся колонки с периодами год-месяцы причем пробовал по нескольким разным конфигурациям 25 а вот на 24 все ок в чем может быть причина но здесь ответили на вопрос да тут ответили на вопрос тщательно не удалось добавил в колонки группа группа закинул месяца вводится только название группы в группу закинул месяц и не удалось добавил колонки колонки группу но нет к и надо с конкретным случаем смотреть потому что вот я при вас делал все получалось был у меня месяц вот группа и в обратную сторону тоже в принципе было все работало может быть у вас какой-то релиз может быть у вас что-то доработали там неправильно может быть что-то сломали у меня были проекты помог в прошлом году когда пришел к заказчику на базе и rp уха да и рп управления холдингом и на этой системе уже несколько человек поработало и что-то там дорабатывалось что-то настраивалось в итоге мне пришлось очень сильно там выкручиваться потому что уже сделали какие-то неправильные вещи там что-то уже сломали что-то сделали неправильно и приходилось выкручиваться и что что-то не работало да приходилось выкручиваться здесь может быть с этим связано каждый месяц свою группу каждый квартал свой год свою у меня так работает иначе ругается что несколько периодов в одном бюджете но это отвечали видимо на предыдущие сообщения запись данного вебинара будет выложена на нашем домашем сайте до запись будет выложена на сайте запись будет выложена на ю тубе на нашем канале кодерлайн хотелось бы еще по планированию подобный вебинар вебинар по планированию был по моему 2022 году я его вел там принципиально ничего не изменилось можете на нашем канале посмотреть но в принципе ну в принципе и у других коллег моих тоже можете посмотреть коллеги вопросов больше нет спасибо большое за внимание дачного окончания дня если нужно настроить бюджетирование или сделать бюджеты или проконсультировать приходите у нас большой опыт мы все это покажем расскажем спасибо большое коллеги до свидания